Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана и цветочный домик Фуксии Фиалки. Предлагаю вашему вниманию продолжение обзора мини-фиалок. И сегодня у нас мини-фиалки, которые поселились у меня уже давно, так сказать, старожилы коллекции. Итак, предлагаю начать вот с этих деток. Это детки Н. Жаворонок. Материнская розетка решила погибнуть от бактериоза, а вот листики удалось успеть посадить, и они дали деток. Сорт примечательен тем, что он температурозависимый. Первый раз фиалка закладывала бутоны, стоя на балконе, на прохладном, и поэтому цветы были абсолютно белые. Я даже подумала, что это спорт. Потом уже, когда она стояла в комнате, цветы приобрели свои характерные фиолетовые напечатки. Из особенностей очень долго держат цветы. Следующий сорт Н. Королевишна. Нежная, утонченная, изысканная розетка. И все благодаря вот этим волнистым листикам. Белые цветы с розовой каймой. Вот так держишь ее в руках, и кажется, что действительно королевишна. Нарядные, трогательные звездочки. У нас этих розеток осталось две. Сестренка тоже с бутонами. Дальше у нас идет ИСКА конфитюр. Для меня он оказался одним из сложных сортов. А сложность заключалась в том, что розетка постоянно вся исходила на пасынке. Ну и здесь вот, я смотрю, не все опять благополучно. Не успеешь отвернуться, она сразу щетинется своими пасынками. Наверное, из каждой пазухи начинали расти пасынки. Естественно, она не цвела. И вот как только я поставила ее на передний план и стала следить постоянно, регулярно и все удалять, вот, пожалуйста, она наконец-то разразилась цветением. Наверное, она просто просилась в первые ряды. Идем дальше. Это у нас Джоли Джубили. Великолепный сорт. Очень темные цветы. Не передается на фото. Это молодая розетка, готовится цвести. Сорт совершенно беспроблемный. Один из любимых. Здесь мы увидим как раз вот эту бабушку, прабабушку. Кроновая пестролистность, которая характерна для этого сорта. Ну, вот она бывает иногда периодически исчезает, потом появляется снова. Эту розетку, конечно же, нужно будет в ближайшее время омолаживать. А тут у нас прозрачный аметист. Он остался один-одинешенек. У этого сорта гофрированные махровые цветы. Такого синего аметистового цвета. Ну, что-то вот давно он не цвел. Глядя на листья, хочется его пересадить. Но когда цвел радовал, вот я от него пока отказываться от этого сорта не собираюсь. Так, а здесь у нас старушка вечерняя звезда. Мы видим, что это пестролистник. Розовые цветы с таким вот крапом фэнтези, который создает впечатление каймы. По моим наблюдениям за этим сортом, цветки некрупные мы видим. И они очень какие-то нестойкие, на мой взгляд. Держатся непродолжительное время. Но что-то все-таки заставляет меня сохранять пока этот сорт в коллекции. Конечно, нужно удалять отсветшие цветоносы. Надо так вот в сторону. И он вот таким легким движением руки отходит. Теперь очередь дошла до оловянных колокольчиков. Пьютер Беллс. Это нежно-сиреневого цвета. Великолепные цветы. Много было деток. Все разошлись. И вот осталась одна единственная розетка. Но что-то она не очень благополучная. Какие-то листья немножко вялые. Нужно будет ее срочно переукоренять. И теперь очередь дошла до моих ос. Это фиалки осы. Белая оса. Веслис худу крестис. Такое сложное название. А перевод так вообще мне не нравится. Поэтому ее домашнее название – невеста. Какие у меня планы на эту фиалку? Ее нужно омолодеть. Нижний ряд листочков оборвать. Цветочки удалить. И в свежую земельку пересадить. Она все лето трудилась. Все лето цвела. Нужно непременно ее за это отблагодарить. А здесь у нас розовая оса Баблгам. И если белая материнская розетка, то здесь какие-то, видимо, детки. Это из серии нераспродаванцы. Что-то здесь вот понапихано. И руки не доходили, чтобы это рассадить, посмотреть. Теперь нужно будет нераспродаванцам. Привести в надлежащий вид и сделать продаванцем. На этом, уважаемые гости моего канала, я с вами попрощаюсь. Ремонт и техобслуживание наших зеленых друзей запланируем на следующий выпуск. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова